Папа, давай купим чипсы? Хорошо. Ну тогда, может, мы с тобой по-другому поступим и обрадуем наши вкусовые рецепторы? Точно. А давай купим продукцию бренда на букву А. Ну, тогда я предлагаю купить на букву А. А4. Хорошо. Пойдем. Ну что, мы взяли вот такую огромную тележку и теперь постараемся найти все новинки от Влада А4. Да где же Влада А4? Вот Баунти есть, Сникерс есть, а А4 нету. О, Фанель, мне кажется, нашел А4. Где? О, точно. Печеньки А4. Так, тут вроде бы это как Орел. И точно такие же, только более светлые. Есть там черные были, а тут светлые печенья. А я уже хотела предложить, раз мы не можем найти ничего из новинок от Влада А4, то мы можем взять что-нибудь другое на букву А. Например... Например? Апельсин. Полина, какой апельсин? Мы же с тобой выбираем продукцию на букву А. На букву А ну что? А4. Значит, мы берем новинки с тобой от А4. Поняла? Я вспомнила, у А4 есть еще напитки. Думала, они должны быть тут. О, папа, вот они. Так, тут и рис, карамель, но это по-любому берем, потому что я обожаю карамель. Она такая вкусная. Вкусная, вернее. Ну и рис, карамель мы по-любому берем. Да, и баблгам. Почему мы столько много набираем? Папа, ну потому что мы делаем обзор на продукцию Влада А4, вернее новинки. Алина, кстати, а мы в такой чернове что-то забыли? Что же? Я вот слышал, что у Влада А4 есть новинки, сверхние чипсы. Точно. А что ты любишь больше, чипсы или же сухарики? Напиши в комментарии свой любимый вкус. Чипсов или же сухариков от А4. О, а вот и кранча чипсы. Это же новиночки. Ну конечно, там даже написано новинка. Со вкусом краба и сметана лук. А почему мы берем сразу по две штучки? Об этом вы сможете узнать, досмотрев это видео до конца. А вы на канале Поля Шеф, подписывайся и не забывай ставить лайк. Мы обошли много магазинов после новинок, но, к сожалению, они еще не везде. Полина, у нас же все-таки на обзоре продукция А4. Точно. Всем привет! Вы на канале Поля Шеф. И сегодня мы попробуем новинки от Влада А4. Как мы видим, у него очень много новинок. Но мы попробуем лишь те, которые нам удалось найти. А в конце мы сделаем микс из кранчи чипсов и микс из напитков. Особенно мне интересно попробовать и рис карамель. Я придумала, чтобы легче было выбрать с чего начать, я закрою глаза, повожу рукой. Ну и где останавливается моя рука, то и попробуем. Кручу-верчу, выбрать хочу. И это... Кранчи чипсы со вкусом сметана лук. Мне уже так не терпится попробовать. Какие же они на вкус? Так, как бы их открыть. Так, что-то я совсем не начала криво открывать, поэтому лучше взять ножницы. Хорошо, что они всегда тут лежат и не всегда под рукой. Все, я открыла, а это в сторону. Сразу чувствуется очень вкусный запах. Это мне напоминает сметану с луком. Ну, в принципе, логично. Мы же только что открыли чипсы. Вернее, кранчи чипсы с сметаной с луком. А теперь самая главная часть. Пробуем. Ну, это классика вкуса. Но! Есть одно но. Это не просто картофельные чипсы, а это тесто. Вернее, запеченное тесто. Придется пробовать другие кранчи чипсы. Опять закрою глаза. И это... С чем это? Крачи чипсы с крабом! Я всегда обожала чипсы с крабом. Мне кажется, это самые вкусные чипсы. Ну, конечно, кроме сметаны с луком. Теперь на упаковке А4 какой-то... Как это даже назвать? Каратист? Кто это? Как называется это увлечение? Напишите правильный ответ в комментарии. А теперь открываем. И... О-о-о! Этот запах... Вот прям чувствуется запах краба. Такое ощущение, будто тут рядом где-то сидит какой-нибудь маленький краб. Ну, а теперь пробуем. Кстати, даже формы отличаются. Обычные картофельные чипсы овальные, а эти прямоугольные. А теперь пробуем. Кроме того, что запах напоминает крабы, еще и вкус. Я уже не сдержалась. И они такие вкусные. Хочется есть и есть эти кранчи чипсы. Даже еще возьму. Ну, а теперь... Все. Закрываем. А нет, еще возьму. Мне даже стало очень интересно, что получится в конце, когда я сделаю микс. И поэтому досмотри это видео до конца, чтобы узнать вместе со мной, что получится. Ну, а теперь остался последний вкус кранчи чипсов. Это вкус сыра. Знаете, что я заметила? Наполнение у всех пачек одинаковое. Кранчи чипсы занимает половину, даже еще больше. Открываем. А теперь запах. Мне очень интересен запах. Вау! Чувствуется соленый запах сыра. Теперь мне еще больше хочется попробовать. Форма такая же. Ну, в принципе, чего она отличаться-то будет? Это прям чувствуется сырные чипсы. Ну, в принципе, сыр это тоже классика вкуса. Но что же этот вкус мне напоминает? Точно! Если добавить сюда сливочное масло, то получится утренний бутерброд с сыром. Какие же все-таки вкусные эти чипсы. Но придется отложить. Хотя стоп. Мне кажется, к вечеру их уже не останется. Все-таки это так вкусно. И досмотрев это видео до конца, вы также узнаете, почему же мы все купили по две штучки. Ну, и как всегда, я закрою глаза и выберу, что на этот раз попробовать. Так. Это что? Это печеньки-ванильки. Двойные. Сливочные. Вау! Посмотрите, даже на печеньке написано А4. Так, стоп. Это же печеньки. А сколько тут калорий? А, тут все хорошо. Значит, их можно есть очень много и практически ничего не станет. Ну, конечно, если не переборщить. А теперь пробуем. Кстати, у меня есть так называемый свой способ, чтобы есть такие печеньки. Их нужно вот так вот отделить. И теперь вот тут печенька, практически нету самой начинки. А тут печенька уже с самой начинкой. Интересно. Почему я так ем? Ну, ладно. Пробуем. Эта печенька такая вкусная, даже без начинки. А теперь пробуем часть с начинкой. Это еще вкуснее. Начинка сладкая, но непритерная. Это самое главное. Я бы очень хотела съесть еще, но нужно пробовать другие печеньки. Печеньки. Печеньки у нас на очереди. Это печеньки в ванильке двойные шоколадные. Теперь это не просто печенье, еще и шоколадные. Пробуем. Да, и вправду печенька шоколадные. Она темная, в отличие от другой. А еще печеньки с двойной начинкой. Но тут нам не повезло. И ее так мало. Это очень вкусно. Печенька и вправду с шоколадом, но и начинка придает более сладкий вкус. Очень понравилось. Кстати, Влад А4 еще никогда не выпускал шоколадки. И поэтому мне было очень интересно попробовать, пока важен на вкус. В желтой упаковочке называется шокобат. Вау, такое интересное название. Я никогда такого не слышала. Шоколадный батончик с ванильами, с блопсами. Это еще что такое? Так, что такое блопсы? Это, мне кажется, на данный момент это самый важный и главный вопрос. Что такое блопсы? Кстати, Влад А4 еще никогда не выпускал шоколадки. И поэтому мне было очень интересно попробовать, пока важен на вкус. Мне очень интересно попробовать. Ведь А4 никогда еще не выпускал шоколадные батончики, либо же просто шоколад. Открываем. И это в сторону. Вау! Это будет самый вкусный шоколад. Я даже просто по виду это гарантирую. Ну, сейчас я его съем. Ммм, это так вкусно. Я эту шоколадку готова съесть очень много штук. Мне ради нее даже не жалко будет пойти в спортзал и много бегать на беговой дорожке. Я еще хочу. Ммм, это так вкусно. Даже словами не передать. Если бы сюда пришел Пушкин, он бы то не смог описать эту шоколадку. Это так вкусно. За это время я уже съела очень много и чипсов, и печенек ванилек, и даже шоколадные батончики. Но пришло время это все запить. И разумеется, запивать это все буду новыми напитками. А с какого же вкусу начать? Интересно. Ах да! Кто помнит, я в начале видео говорила, что мой любимый вкус это рискарамель. И поэтому с него же я и начну. Открываем. О-о-о, такой звук прикольный был. Ммм, это так вкусно. Кстати, я забыла сказать, что все напитки с кусочками кокосового желея. И самый главный плюс, что в этом напитке мало килокалорий. И поэтому его можно пить сколько захочешь. И от этого ничего практически не будет. Вкус очень сладкий, напоминает именно вкус и риса, и карамели. Ну, в принципе, как и написано. И рискарамель. Мне очень интересно попробовать кокосовое желе. Пока что оно мне не попадалось. Теперь переходим к другому вкусу. Берем тути-фрути. Кстати, все цвета напитка соответствуют цвету банки. Банка синяя, и напиток тоже синий. Извините, голубой. Кокосница. Открываем. А-4. Сделай так, чтобы банки легче открывались. Почему-то так сложно. Все, зову папу на помощь. А то мне еще все пальцы начнут болеть. Ура! Папа открыл! Интересно, как он это делает? Научите меня кто-нибудь. Он так приятно пахнет. Все, пробуем. Так, ну этот напиток мне как-то вообще не зашел. Какой-то странный послевкусие остается. Но вот лично я больше не куплю его. Так что давайте лучше сразу перейдем к Баблгам. Обожаю этот вкус у всех напитков. Открываем. Вот на самом деле это реальная проблема с открытием этих баночек. Потому что эти покупают, допустим, ребенок с 7-8 лет, но у него же не получится открыть эту баночку. И поэтому приходится звать на помощь взрослых, которые уже в этом профессионалы. Пробуем. Так, надо еще раз пробовать. Ну что-то мне тоже не особо понравилось. Когда я пробовала этот вкус у других напитков, было как-то получше. Но тут тоже странный послевкусие. Но в общем, этот вкус мне тоже не зашел. И больше всего понравился вкус из этих напитков именно ирис-карамель. Это вот прям самый лучший вкус. Я готова его пить вечно. Ну, я, конечно, все равно не такой себе дегустатор. Я там не какой-то профессионал. Но все-таки думаю, что вот эти два вкуса получились не очень. Кроме этих двух напитков, мне еще не понравились кранчи-чипсы со вкусом краба. Я не знаю, в чем дело. Может быть, это потому, что они сделаны из теста, не из картошки. Вроде бы поначалу все вкусно, все прям прекрасно, но потом это послевкусие вообще как-то не нравится. Я когда пробовала чипсы со вкусом краба, то это вообще прям можно было есть бесконечно. А тут нет. Не понравилось. И теперь переходим к самой главной части видео. Микс. И не забывайте, что в конце видео я расскажу, почему же мы покупали всего по две штуки. Так, вот такая тут большая тарелка. Думаю, начнем со вкуса сыр. Насыпаем. Так, засыпаем следующее. И последнее. А теперь перемешиваем. Все, я тут перемешала и теперь пробуем. Все, привет, туалет. Получилась какая-то вообще непонятная каша. Все вкусы перемешались. Ну, в общем, еще и руки грязные. А теперь приступаем к смешиванию напитков. Какая же сейчас настольняя наклынова. Вот такое ощущение, будто мне снова лет шесть. Я запираюсь в ванной, беру все мамины шампуни и их смешиваю и делаю с зелья. Интересно, какой же цвет получится у этого напитка. И самое главное, вкус. Вау. Теперь какой-то оранжевый цвет. И последний вкус, это тути-фрути. Ой, какой странный цвет получается. Это что-то непонятное. Вот, зеленый цвет получился. Точно. А я-то думаю, на что это похоже? Еще. Я заметила, что вот, например, вкус рис-карамель. И там еще и кокосовое желе тоже желтое. Напиток желтый, кокосовое желе желтое. Вот тут напиток розовый был и кокосовое желе розовое. Что же у нас тут за зелье получилось? Как-то это все странно выглядит. Я, конечно, не рискнула бы такое попробовать, но это все ради вас. И поэтому ради вас я попробую. Что-то вообще вкус такой странный. Вроде бы чувствуется ноткой тути-фрути и баблгам. Кстати, рис-карамель его вообще не чувствуется. Вообще странно. Ну, в принципе, я думала, что это будет хуже. Но оказалось, ну, на глоток, в принципе, хватит. Все. Это в сторону. Я больше не буду это пить. И самое главное. Почему же мы покупали всего по две штучки? А это все потому, что в своем Тиграм-канале я выберу одного из подписчиков. Кстати, ссылочка в описании. Упаку все оставшиеся новинки и отправлю ему по почте. Все подробности в моем Тиграм-канале. А вы были на моем канале Поли Шеф. Подписывайся и не забывай нажимать на колокольчик. Благодаря этому ты не будешь пропускать мои новые видео. Пока-пока.